Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами на связи Италий Купта. Сегодня у нас программа Открытый микрофон. Сегодня мы сделаем разбор сделок учеников моих по акциям, а также по валютному рынку достаточно интересные сделки. Также мы вкратце напомним по информации экспресс курсу обучения, которые мы специально запустили для клиентов компании Markets. Для клиентов компании Markets это обучение бесплатное. Там есть одно условие. Дальше мы сделаем краткий разбор рынка. То, что мы в прошлую пятницу говорили и то, что я вижу по рынку на сегодня. Итак, давайте начнем с сделок по рынку, который делали мои ученики. Довольно интересную сделочку сегодня получил торговля согласно моделей. Это покупка акций компании Boeing. Среднесрочная покупка. Ну, как в среднесрочном формате, она удерживалась несколько недель. Мы знаем, что в компании Boeing скажем, с фундаментальной точки зрения есть проблемы в прошлом году, позапрошлом с самолетом модели Max. Там произошли трагедии, плюс отозвали очень большое количество самолетов. Сейчас они возвращаются на рынок после модернизации. Но мы скажем с учениками анализируем рынок согласно технического момента, согласно тех торговых моделей паттернов, которые я обучаю. Итак, достаточно интересная покупка была в районе 130 долларов. Очень хороший был паттерн по данной акции. И вот указанного в этом формате в районе 130 долларов были совершены две сделки и закрыты примерно в районе 160 и 190 долларов. достаточно хороший профиль акции отросли в зону сильного сопротивления и сделка была закрыта после данного уровня. Достаточно хорошая среднесрочная сделка по данному активу. Дальше также была интересная сделка по доллар-франку. Эта сделка была совершена позавчера. вот указана точка входа. секундочку чуть увеличим да вот так вот точка входа здесь указано шорт позавчера вечера и вчера был зафиксирован профит достаточно неплохой получился где-то в районе где-то примерно под 70 пунктов закрыта профит данная сделка. Шорт доллар-франка мы обсуждали с моими учениками в закрытом клубе. Долго дискутировали по этой сделке. вот я писал ребятам следить за данной торговой модели которая здесь образовалась и за уровнем. Вот он отмечен и цена ушла вниз плюс видим ровно от этого уровня по данной модели была взята точка входа. на сегодня две сделочки по акции и по валютному рынку. Сейчас вкратце напомню что для компании Amarkets есть возможность обучиться это экспресс курс обучения трейдингу по стратегии модели трейдинга. Большинство уже на почту приходила информация по данному курсу. Также вы можете более подробно узнать на сайте Купка Кепитал. Здесь расписана программа что вы получаете после данного курса. Конечно это сжатый курс с общего курса. При пополнении счетов маркетс от 300 долларов вы сможете получить данный курс бесплатно. Курс планируется запуститься со следующего понедельника но возможно будет время сдвигаться через неделю посмотрим это уже мы будем согласовывать с учениками. Итак здесь подробная информация так что долго не буду рассказывать переходим сразу к рынку ссылочку я оставлю комментарии итак по рынку давайте обсудим начнем с фунт доллара итак кто смотрел все мои обзоры я достаточно долгое время уже говорил о покупках фунта точнее даже прошлую пятницу мы торговались в этом диапазоне это было прошлая пятница говорил что возможно покупки по данному активу цели у нас среднесрочная это в район 2644 вот у нас вот этот хай апреля мы его достигли в течение текущей недели ровно сегодня добили даже чуть перебили это первая такая глобальная цель и вторая оставилась в районе там 1.30 ну к этой цели еще нужно скажем дойти возможно какие-то коррекции будут и плюс нужно наблюдать за рынком на текущий момент что я могу посоветовать это следить за уровнем 1.26.44 если сегодня будет закрепление выше данного уровня на 1.00 то в принципе с понедельника можно будет ждать определенное накопление желательно чтобы мы хорошо прошли данный уровень где-то в таком формате закрылись то с понедельника возможно рассматривать дальнейшие покупки по данному возможно там зеркально будет тестировать данный уровень и так далее ну и плюс локальный уровень который возможно отметить это уровни поддержки получается high среды четверга где-то в этом диапазоне это тоже достаточно сильный уровень за ним нужно наблюдать это сценарий ланга дальше наблюдаем за данным уровнем если будет ложный пробой данного уровня то есть формироваться модель закрытия сегодня будет возможно еще выше добить возможно не будет то есть это уже по факту будет закрытие ниже данного уровня наблюдаем за данным сценарием не исключая еще несколько ложных пробоев в разном формате это может быть простой ложный пробой ложный пробой два бара сложный ложный пробой разные варианты то здесь не исключаю коррекцию по данному инструменту а возможно и сильное снижение это уже рынок рассудит как он может двигаться то есть вот эти все форматы возможны почему потому что у нас достаточно интересный уровень по данному активу и за ним возможно наблюдать и извлекать прибыль по поводу вариантов ложного пробоя зеркальных я думаю что многие знают что это за торговые модели если нет то в принципе на экспресс курсе обучения можно все это изучить это что касается фунт доллара дальше евро доллар аналогично он в принципе отработал все что я ожидал по нему на 90% помните я говорил только покупки с диапазона 1.07.70 я говорил только среднесрочные покупки у нас были препятствия к этим покупкам среднесрочным то есть я ставил цели в район 1.15 у нас было сопротивление в районе 1.10 после закрытия данного уровня я вам напоминал у нас возможно дальнейший рост на прошлой неделе мы подошли к также сильным уровнем 1.11.47 я о нем говорил в прошлом обзоре открытого микрофона мы видим мы закрылись выше данного уровня это получается во вторник мы закрылись выше данного уровня и у нас активизировались покупки в принципе мы все отросли чуть-чуть не добили 1.15 что у нас на текущий момент возможно торговых скажем рекомендаций каких-то конкретных нету потому что просто тренд прет сейчас и скажем и покупать сейчас на хаю прям уже скажем у нас уже практически 3 недели 4 точнее роста безоткатного такого и поэтому что можно сказать одно по евро доллару это на следующей неделе наблюдать за уровнем 1.14.95 ну к этому уровню еще нужно подойти я думаю что мы на битве аналитиков этот уровень будем обсуждать если мы туда придем а на текущий момент есть один только локальный уровень он имеет такое не сильное значение но на него стоит обратить внимание это вчерашний хай вчерашний хай это 1.13.62 почему он важный вчера было сильное движение по данному инструменту это практически мы сделали с 1.11.80 на 1.13.60 почти 200 пунктов это паранормальные барр то есть хай данного бара является уровнем поэтому при ложном пробое данного уровня то есть если на часовиках зайдем ниже данного уровня у нас могут активизироваться продажи вниз какого характера продажи будут коррекцион или коррекция небольшая большая коррекция или смена тренда это уже рынок рассудит и будет указывать за ним нужно просто следить и сопровождать определенные сделки поэтому если будет ложный пробой возможно шарты если все-таки движение мы видим на текущий момент идет закрепление выше если будет проторговка несколько часовиков то в принципе можно рассматривать эти покупки но рынок уже достаточно перекуплен плюс пятница возможно будут фиксировать свои покупки те покупатели которые набирали текущую неделю морг поэтому уровень для ориентира есть за ним наблюдаем уже аналогично как по фунту работаем с вариантом ложного пробоя разновидности и скажем варианты зеркального хура вся информация по данным скажем моделям кто не знает есть на экспресс курсе обучения на втором дне обучения мы изучаем модель зеркала и модель ложный пробой здесь есть все методы определения и видов ложного пробоя и определение уровней и так далее поэтому скажем вот на третьем дне кстати мы изучаем среднесрочный трейдинг все модели которые кстати акция боин была куплена по данной модели дальше евро есть фунт есть что интересного еще может быть это нефть марки бренд элайт они одинаковые помним прошлый обзор пятница кто смотрел и кто смотрел все битвы аналитиков нефти у нас диапазон и указаны уровни 37 12 на 34 10 мы торговались прошлую пятницу в этой точке говорил при выходе данного канала мы определяем дальнейшее движение пятница закрылась выше уровня все таки да верхнего диапазона и понедельник на битве аналитиков советовал покупки по нефти они в принципе отработались 37 на 40 мы ушли достаточно круглый уровень 40 на текущий момент у нас нет никаких предпосылок для снижения ну то что я вижу только рост да кто покупал может удерживать свои покупки часть обязательно закрыть потому что у нас уже видим в сумме 2 месяца идет рост а в любой момент могут активизироваться скажем продажи и могут быть достаточно сильные но предпосылок для шарта я пока не вижу с дневных моделей потому что тренд у нас идет достаточно сильный чтобы у нас пошел тренд чтобы он у него есть два варианта первый который я жду это если он нарисует хорошую модель я буду рассматривать шарты и второй вариант когда он ничего не нарисует для меня понятного и просто скажем ушел наверх и просто пойдет на падение на текущий момент только рост возможно понаблюдать за уровнем среды достаточное скажем локальный уровень который возможно взять во внимание и понаблюдать за данным уровнем возможно сегодня или уже там с понедельника будут ложные пробои по отношению к данным уровням но это нужно наблюдать плюс у нас сильный тренд для шарта потому что я знаю многие шарки а там согласно фундаментальные данные и так далее поэтому я если будет хороший шорт я там узнать дальше золото по золоту что мы имеем так прошлую пятницу мы торговались где-то получается в этом диапазоне говорил возможные локальные лонги плюс и обновлений хая рост этот был локальный небольшой несколько дней в среду я советовал шарпить золото оно в принципе неплохо дало заработать на битве аналитиков у нас был хороший торговая модель седьмая модель в формате вот мы торговались в среду в этом диапазоне я дал рекомендацию на шорт она в принципе частично себя отработала мы сделали скажем локальные цели это в район поддержки 1690 это достаточно сильный уровень поддержки с данного уровня делали перехай еще одно было подтверждение уровня и в среду мы добили данный уровень на текущий момент по золоту у нас имеется сильный тренд это нужно понимать все шарты нужно с ограниченным риском я уже буду более уверенным в срочном широке только после пробоя уровня поддержки 1688 потому что вчера достаточно интерес появился в данном диапазоне снова откупили поэтому я уже буду наблюдать за данным инструментом что мы будем дальше формировать потому что желательно его подзадавить сегодня вниз в каком-то формате рисовать что-то на пробой в таком формате данного уровня плюс я анализировал золото вчера с точки зрения фьючерсных контрактов это у нас спот рынок он немножко отличается цены в формате вот эта вся структура там совсем другая картинка более лучшая поэтому сегодня это я не буду разбирать это сухо для своих учеников был детально разбор торговых моделей фьючерсного рынка золота из биржи комикс так дальше смп500 космос как мы видим дальше невзирая на вот эти все протесты которые идут в США напомню я уже много раз говорил что рынок залит ликвидностью там около нескольких триллионов денег эти все деньги идут понятно и в реальный сектор а на финансовый рынок покупается все что возможно даже там есть программа по ETF их фондов акций и так далее поэтому все покупочки достаточно хорошо отработались после 500 советов только покупки но когда вышли больше диапазона 2963 пункта хорошие покупочки плюс в прошлом обзоре говорил что здесь рисуется формат покупок на данный момент что можно сказать есть уровень 3125 это уровень с историей уровень с историей 3125 плюс мы локально его подтвердили если здесь будет рисоваться формат ложного пробоя возможно какие-то коррекции по глобальное падение будем смотреть по формату этой коррекции на текущий момент пока идет пробой покупочки мы пробиваем на текущий момент вчерашний позавчерашний хай это идет активизация покупок вот на часовичках сейчас этот уровень достаточно видно вот мы его пробили час назад удерживаем тренд и еще вчера думал о каких-то продажах по СНП 500 локальных рисовался локальный паттерн он себя отработал всего 20 пока пока не идет не идет вниз ждем сильных сильных дневных паттернов ну по СНП в принципе никакой новой картинки нету лон следим только за этим уровнем хотел бы более сильное внимание обратить на индекс даже не СНП 500 а NASDAQ почему потому что здесь более интересная картинка в каком формате мы по СНП 500 по индексу Dow Jones скажем после вот этого всего мартовского падения мы сделали откат где-то процентов 70 процентов 70 процентов 60 это примерно возможно даже больше 70 процентов а вот NASDAQ более интересный он практически сделал а еще осталось немножечко для того чтобы перебить этот поэтому я бы больше внимания стал застрять на данный индекс почему у нас есть здесь исторический хай 9756 пунктов точнее навести на хай 9761 пункт и 7 вот этот хай за ним нужно наблюдать мы подошли сильным трендом данному уровню у нас здесь возможно много много сценариев возле данного уровня если мы все-таки будем пробивать силу бокам и активизируются покупки сильные но здесь аналогично нужно ждать паттернов хорошие те которые я говорил или зеркальные или ложные пробои потому что если здесь формируется ложный пробой ложный пробой одним баром два бара сложный ложный пробой здесь возможно сильный отскок данного уровня плюс у нас здесь это глобальная двойная вершина это нужно понимать достаточно интересно на текущий момент что у нас вчера была небольшая реакция возле данного хая мы чуть-чуть не добили но немножко пытались скинуть на текущий момент пытаются выкупить но я говорю наблюдаем с данным уровнем это достаточно интересный момент во всех я думаю битвах аналитиков я буду пристальное внимание не только smp500 потому что здесь нет интересных даже картинок а даже включать индекс nasdaq это более интересный потому что у него есть хай а такие хайи исторические они имеют достаточно интерес на рынке итак на этом все если будут у вас вопросы задавайте в комментариях напомню еще раз вот эти все моменты которые обсуждают с зеркалами ложными пробоями это все возможно изучить для компаний для клиентов а маркетс этот курс будет бесплатно всем спасибо с вами был Виталий Кухтов до следующего обзора до следующего Продолжение следует...